Всем добрый день. Меня зовут Владимир Воробьев, это канал, которые многие знают. Ну, я на разных конференциях по-разному себя представляю. Сейчас, наверное, я буду... Сейчас я буду более уместен сказать, что я занимаюсь разработкой веб-приложений, тоже отчасти пришел с отрекер СЮАН. И вообще хотел затронуть такую вечную тему, которая меня интересует как проект менеджера, как ревелопера, а также качество того приложения, которое разрабатывает команда, качество того приложения, которое в итоге будет иметь конечный пользователь и непосредственно заказчик. Ну, привязать ее к UI тематике есть очень замечательный фреймборд для тестирования и аджасов на JavaScript. Ну, сейчас уже, да, уже JavaScript не только для UI используется уже и для серверной части, но все-таки, я не знаю, все-таки любимая его часть используется все-таки для UI. Ну, и таким образом решил проявляться темы данной конференции. Вот. Вопрос в том, ну, меня просто интересует вообще, как много людей вообще покрывают тестами, там, ну, свои приложения. Ну, на сервер-сайт, сервер-сайт. Ну, сервер-сайт, клиент-сайт. Как бы, а кто не покрывает? А что ты два раза? Вы воздержались? Что? Два раза, понятно. Ну, я просто показал, что он открыл. Словно рефлекс. Ну, в общем, на самом деле это, ну, как, я не буду рассказывать про какой-то конкретный проект тоже сегодня, потому что эта проблема со мной ходит из одного проекта в другой. То есть я там показываю, какой профиль будет иметь от этого девелопер, который будет писать тесты, и, ну, в общем, я, если честно, не вижу разработку какого-то продукта без тестов. Только потому, что они экономят лично мое время, потому что, ну, именно вот в той технологии, по которой я работаю. То есть, в основном, я пишу на руки и какие-то сайты. И, скажем так, проклацать функционал два-три раза, которые я пишу, это уже и есть то время, чтобы написать такой же самый акцентерс-тест, который будет в следующий раз делать за меня. Ну, как и есть, так и говорил. Ну, конечно, до этого уровня, естественно, надо немножко, ну, там, подучить инструменты. Ну, скажем так, я полгода усиленно экспериментировал, пытался понимать, что надо тестировать, что не надо тестировать вообще в приложении, потому что овертестинг — это очень хорошая вещь. Вот. И, ну, скажем так, мне как девелоперу очень удобно писать тесты, потому что я точно понимаю, ну, язык на русском, и, ну, в принципе, JavaScript тоже такой, что там очень много свободы, то есть это не какой-то компилированный язык, на этой компиляции очень часто бывает так, что ошибки не говорят. И очень часто бывает так, что какой-то девелопер из одного участка своего кода может спокойно поменять участок моего кода или какого-то другого девелопера. Ну, потому что, ну, как в Ruby и в JavaScript тоже, скажем, есть для этого очень много инструментов. И поэтому приходится жестко закреплять тестами ту бизнес-слойку, которая должен соответствовать данный продукт. Так же эта проблема не только на тех бизнес-приложениях, в которых я работаю, так же и его кутсорс. Ну, банально, есть какой-то jQuery plugin. То есть, ну, все знают, что такое GitHub, и все понимают, для чего это надо. То есть я, например, вижу какой-то тот же пах или там вижу какой-то новый функционал, который можно было бы добавить в этот же, например, jQuery plugin. Я там делаю, создаю там свой branch, пишу код, делаю pull request, вот, и тестов нет. Я, если честно, не знаю, поломал я ту функциональность, которая была до этого раньше и не поломал. То есть это тоже, можно сказать, пляска с бухом. То есть надо садиться, клацать, понимать, что там есть. Ну, короче говоря, очень много говорим и нравится. Я очень, как бы, понимаю философия open source. Если тебе что-то не нравится, возьми, сделай. Помоги, переделай, подкажи, возьми на себя. Активно сделай. Да, я за, я готов, но очень часто бывает так, когда я влажен кому-то что-то помогать делать, добавлять какой-то свой функционал, очень часто бывает так, что, ну, как-то из-за того, что нет тестов на данную какую-то библиотипу, ну, просто я его поломал нечаянно. То есть потому что я не могу полностью всё контролировать, проклацать, я считаю это очень легко. То есть поэтому open source тоже, мне кажется, если тем более сейчас идёт, ну, с такими продуктами, как GitHub, скажем так, силы объединяются, да, то есть над одним продуктом могут работать куча разработчиков, и делать это по собственному желанию, вот, и, ну, с помощью, опять-таки, написания тестов мы можем говорить о том, что данный продукт соответствует именно этому качеству, выполняет именно, решает именно эту задачу, для которой он предназначен. То есть если новый девелопер вошёл, что-то какая-то где-то нечаянно сцепило, ну, жизнь-то реально это бывает, то есть в этом ничего страшного нет. То есть, ну, тесты просто должны это показать. Ну, то есть, это моё мнение, моя философия, там, я никому не навязываю, просто оно подобное. Ну, теперь к инструменту. То есть, в общем-то, JustMean мне очень по духу и очень призык для написания тестов, потому что, можно сказать, это как-то частично порт от такого мощного инструмента тестирования на рубика, как Respec. И, там, похожая подобная идеология только на свой JavaScript-овый план. Ну, есть такое понятие как «ТТД» и «БДД» вообще-то. Кто вы понимаете, что такое «ТТД»? А кто его делает? А кто его делает? А «ТТД» делает? Ну, в принципе… Ну, да, это очень, на самом деле, очень классные, удобные техники. Они кажутся сложными, но это только если в них нет какой-то практики начальной. Ну, надо перестраивать мозги, но если, ну, скажем так, мне больше нравится написание тестов, чем как делают архитекторы, пишут там всякие диаграммы, рисуют для разработчиков, показывают, как должен работать функционал. Мне кажется, это полный бред за это время, естественно, написать тест, по которому поставить разработчику другому задачу с помощью этого теста. То есть твой участок кода должен делать это, принимать такие данные, и я должен получить какие-то и какие-то данные. Дальше он программирует этот алгоритм. И вместо написания кучи всяких бесполезных вещей по диаграммам, я делаю такой тест, который четко ставит задачу. Ну, и, соответственно, тоже таким образом повышать качество здравоизвечательно от того труда, который разрабатывает. Ну, я не знаю, то есть это просто двух рук было поднято меньше, чем 50%. Я, как бы, когда, может, минутки на две больше задержусь на каких-то вещах, как БДД и ТВД, двух словах, чтобы все понимали, о чем вот эти речи. Почему, сейчас скажу сразу, почему JASMIN БДД, для меня тоже, если честно, его сначала понять, пока не нашел один интересный вагинчик. Для меня чисто JASMIN — это БДД. То есть он становится БДД только тогда, когда вот у нас есть доступ к другому модели, и мы, кстати, можем оперировать той логикой, которая может оперировать непосредственно пользователь. Нажимать на кнопки, заполнить поля и тому подобное. То есть именно делать какое-то поведение на нашем сайте, стимулировать его поведение. Ну, посмотрим, как это делается с помощью JASMIN. То есть в двух словах от DDD. Ну, это способ написания и разработки софта. Сначала добавляется тест. Тест, естественно, не проходит, потому что у него нет кода на этот тест. Мы пишем код таким образом, чтобы этот тест проходил. Потом делаем рефакторинг. Потом опять запускаем тесты. И, собственно, такой бесконечный круг. Зачем начали писать тесты? Ну, как минимум для того, чтобы они были. Потому что очень часто бывает так, когда мы написали бизнес-логику, а тесты очень часто просто не меньше. Ну, написание тестов, ну, лично для меня, очень весомо для того, чтобы мы можем действительно, ну, как я уже сказал, повысить качество нашего софта. Для меня это очень важно. БДД. То есть, по сути, это то же самое то, что и ДДД только на уровень выше. ДДД – это, скажем так, тесты, можно сказать, только для разработчика. БДД, ну, и так называем, как еще называют, акцентность тестирования, это те тесты, в которых уже может участвовать заказчик в каком-то этапе. То есть, свои требования он может прописывать в каждую историю пользователя, и эти истории пользователя могут имплеменцироваться в акцентность тестирования. Ну, вот, собственно, тут появляется один большой круг над, ну, так называемым юнит-тестами, или на ДДД кругом. То есть, сначала пишется тест поведения, ну, чтоб понимали, то есть, что это такое. Ну, например, я как пользователь хочу иметь возможность на сайте регистрироваться. То есть, вот вам тест поведения. Я пишу сначала код, который проверяет, а может ли пользователь на сайте регистрирования, который должен сделать какой-то сценарий и зарегистрироваться, а потом только начинаю имплементировать данные. Ну, собственно, я ничего нового, на самом деле, не сказал. Это всё, вроде, так давно знаю. Это просто повторился, чтобы как-то все понимали, о чём это произошло. По поводу JASMIN, с чем его можно использовать? Ну, его можно использовать отдельно. То есть, как раз, ну, в данной презентации я буду показывать, как его можно просто подключить с театологом. Уже есть подключение на Node.js, то есть, очень легко всё инсталится за более детальной информацией, ссылочка на GitHub. Есть также Ruby Jam для Ruby разработчиков, или просто как Ruby Jam можно установить, или сразу же, спортировать в Брест. Есть имплементация, так же, на Java, на Django, и статья, как его можно использовать. Ну, просто я не знаю, кто это в библиотеке нашёл, то есть, я нашёл статью. Там рецепт, как это делается. Переписать всем народу, да? Ну, на самом деле, если... Ну, то есть, если мы понимаем, как она работает stand alone, то, что мы сейчас будем разбираться, то его потом можно подключить в любой проект. На каком бы языке, ну, наш проект в тот же библиотеке не был, то есть, мы можем его подключить в любой проект, в принципе, на любом языке программироваться. Ну, естественно, там, где нам надо тестировать JavaScript. То есть, мы можем подключить и как-то проверять, смотреть, писать тесты, проверять тот код, который мы будем писать и который мы будем писать. Как это выглядит stand alone? Ну, в общем, вот тут ссылочка. Просто мы идём и скачиваем. Вот что внутри этого архива. Вот каталог, ну, сама либо, где находится JustNet, здесь какие-то JavaScript файлы, какие-то CSS файлы. И структура его следующая. То есть, сами библиотеки, сами rspec-тесты, сами spec-тесты, прошу прощения, и сам source-код, который я буду тестировать. Ну, на самом деле, source-код может подлежать в любом месте, просто необходима возможность его подключать. И есть файл, который называется spec-runner.html, в который всё это дело очень легко и просто собирается. То есть, вот мы подключаем необходимые стили для отображения, для стилей тестов, прошли или не прошли, ну, такие фичи. Сам непосредственно justmin и justmin.html, которые генерируют HTML в виде результатов тестов. Также подключается вся бизнес-логика нашего JavaScript и подключаются какие-то хелперы, если они есть для наших тестов, и непосредственно сами наши спеки — это наши тесты. То есть, мы думаем, тут всё прозрачно. Если есть вопросы, там что-то будет непонятно, походу может меня просто останавливаться. То есть, как происходит вообще запуск тестов? Просто в браузере открывается этот файл. То есть, ну, естественно, этот файл должен подключить всю ту логику JavaScript, которую мы хотим протестировать. И он выдает ту спецификацию, которая есть в наших тестах, то есть описывать, что он тестировал. Ну, у меня там сейчас есть какой-то тест, когда я готовил презентацию. То есть, вот что получилось. То есть, данная страница говорит о том, что у нас прошли 12 тестов, и все они закончились удачно. Ну, естественно, всегда, чаще будет вот такая ситуация. Где-то что-то спейлится, можно посмотреть, что за тест спейлился, и что конкретно о детальном клубе, что вообще произошло. Как это все работает? Есть, ну, здесь, скажем так, тесты, выделяются специальные спейки, ну, так называемые спейки. Есть специальный метод, который называется . То есть, тесты пишутся следующим образом, ну, чтобы, опять-таки, данный метод первый параметр получает описание данного теста, вторым сам метод, в котором и будет тело этого теста. Ну, описание составляется следующим образом. вот здесь, ну, дальше будет видно. То есть, так, чтобы it и это описание читалось, ну, вот, как нормальная фраза на английском языке, чтобы было понятно, что оно, что оно вообще делает, что он из себя представляет. Ну, вот, собственно, пример. It should increase not variable. То есть, данный тест проверяет то, что какая-то переменная должна быть к ней прибавленной петлицы. То есть, тесты, то, что я тоже говорю, мне очень честного, повторюсь, то есть, тесты всегда пишутся по стандартной логике. То есть, устанавливается, скажем так, как the world, то есть окружение вокруг данного теста. То есть, то окружение, в котором будет запускаться наша бизнес-логика, и именно таким образом будет создаваться окружение, то есть, будет создаваться такая среда, которого мы хотим поместить в нашу тестированную бизнес-логику. Ну, то есть, опять-таки, скажем так, наша бизнес-логика может себя вести, например, в разных ситуациях по-разному, да? И на первом этапе мы именно создаем для теста то окружение именно такое, что мы хотим протестировать сейчас. Правилом хорошего дома считается то, что каждый метод должен тестировать что-то одно. То есть, таким образом, будет более понятно, ну, вообще, можно, опять-таки, в один вид поместить кучу всяких проверок, но таким образом, более понятно, что конкретно мы хотим протестировать именно в данный момент. Делаем окружение для нашего теста, соответственно, вторым шагом мы вызываем нашу бизнес-логику, которую мы хотим протестировать. То есть, в данном случае у нас есть какой-то метод, да? Plus One, мы ему туда какой-то параметр отдаем и получаем какой-то результат. То есть, мы просто в данном окружении вызываем нашу бизнес-логику. На третьем этапе мы проверяем, все ли происходило таким образом, каким мы ожидали. То есть, так ли на самом деле работает наша бизнес-логика. То есть, делает ли она именно то, что мы ожидаем, что нам необходимо. В данном случае тоже пример очень простой. То есть, мы просто проверяем тот результат, который нам вернул метод First One. И в данном случае он должен равняться. То есть, мы ожидаем такое заведение. Есть специальный метод в Just Mini, который называется Expect. То есть, это те наши ожидания, которые мы накладываем на результаты полного теста. Есть так называемые матчеры. То есть, мы о них чуть позже поговорим. То есть, с помощью этих матчеров мы задаём монологику проверки. В данном случае мы говорим о том, что мы ожидаем, что наш результат будет равен кондиниции. В Just Mini тесты можно оборачивать специальной группой. То есть, у нас есть метод Describe. Первым параметром он получает тоже какой-то description данной группы. И вторым параметром он получает метод, который и будет выполняться, вся эта логика, которая будет выполняться внутри этой группы. То есть, таким образом, более удобно сортировать наши тесты. Делать это не линейно, а в какой-то дерево сортировать наши тесты один за один. То есть, группа может в себе включать тоже бесконечную обложенность других групп, но внутри этих групп уже мы описываем тесты какое-то заведение. Есть специальный метод, который называется BeforeEach. Данный метод вызывается перед тем, как будет запущен каждый тест. То есть, данный метод вызывается перед тем, как мы начнём выполнение теста, то есть каждого теста. Например, нам необходимо подготовить окружение для какой-то пачки наших тестов. У них есть приблизительно одинаково. Мы тестируем какую-то одну логику, но хотим протестировать на разные вещи. В первом случае мы хотим проверить одно, а второе на другое, а третье на третье. Для этого мы отпишем разные тесты. Делаем для них какой-то специальный suite, заворачиваем его и говорим, что перед каждым тестом мы хотим выполнить данный участок группы. То есть, в данном случае мы хотим проинициализировать какую-то нашу переменную и хотим, чтобы она равнялась всегда. Вот более такой рабочий вариант BeforeEach. То есть, его можно выносить не только, но его можно использовать и только внутри групп каких-то, а не вообще в принципе. То есть, BeforeEach, который был объявлен выше, то есть он в области видимости, он будет запускаться ко всем тестам, которые вложены уже, которые идут после него. То есть, например, если у нас есть BeforeEach в какой-то конкретной группе, то этот BeforeEach будет вызываться только для тестов данной группы. То есть, логика следующая. Если у нас есть BeforeEach глобальный, он сначала будет вызываться. Если есть BeforeEach в какой-то группе, он будет вызываться для всех тестов этой группы. Если есть сложная группа, то для данного теста будут вызываться и этот beforeH, и тот, который в этой группе. То есть по результату, собственно, видно, что происходит. AfterH — это обратный метод beforeH. Например, если есть какие-то данные, которые надо вернуть обратно, например, обновить базу данных или что-то еще, если вы какие-то ресурсы. То есть это все можно делать. Работает также и будет, поэтому было неизвестно. Вот, собственно, манчеры, которые есть по умолчанию. Они вызываются только после метода expect, то есть к которому метод expect направляет непосредственно тот объект, с которым мы будем работать, а данные манчеры по логике проверяют этот объект в какие-то свои качества. Ну, по названию, по описанию, я думаю, понятно, что они сделают. Ну, то есть не буду просто почитать это все, не буду капитаном, и то будет так видно, что проверяет каждый манчер в данном expect. Можно, ну, это те манчеры, которые есть по умолчанию, можно писать свой собственный манчер. Делается это очень просто. В before each мы вызываем в нем метод addMatchers и отправляем туда хэш. Имя манчера, который мы создаем, и метод, который непосредственно это та логика, которая присуща данному манчеру. То есть в данном случае я ослабил простой манчер, который получает пропаганка. То есть таким образом я ожидаю, что данное выражение будет между этим и этим. То есть, соответственно, ну, одно условие, то есть манчер должен возвращать кулевое выражение к кулевоус. То есть прошло, не прошло. А свой библиотект манчер можно написать? То есть для кого-то будет 10 кулевоус. То есть, если манчер взаимодействует в одном крае, а в другом крае, то есть это и улица. Ну, можешь вынести какой-то DMF, да, под 20-х и вот так. И подключать его. Это для тебя звезд и потом. Да. Ну, то есть, ну, ты можешь, банально, если ты станокло используешь, то можешь вопрос там, кто-то штемной файл подключить перед всем успехами. И все, он будет как-то подключаться, и третий манчер он может приносить за доброе. Есть такой механизм моков и стабов. Ну, кто-то вообще, там, кто-то допустил. То есть, тут он называется спай. Ну, так называемый шпион. Какова логика вообще моков и стабов? То есть, мок — это такой объект, который мы подсовываем, да, который мы хотим подсовывать нашей бизнес-логике, чтобы наша бизнес-логика что-то делала с этим объектом. Мы хотим проконтролировать. Например, мы метод передаем на какой-то объект. То есть, у нас есть там метод search, мы ему туда отдаем параметры. И мы знаем, например, что там в параметрах он получает специальный объект, и у этого объекта должен вызвать внутри себя какой-то метод. То есть, мы хотим проверить, происходит ли так на самом деле. Таким образом, мы можем создать специальный мок-объект, который подсунем нашему коду и проверим, действительно ли они внутри логика работают именно так, как мы ожидаем. То есть, мы имеем доступ при написании теста не только к тем результатам, которые возвращает наша логика, а еще мы хотим убедиться, что внутри происходит именно то, что нам необходимо. То есть, этого можно добиться с помощью специальных так называемых мок-объектов. Здесь они называются шпионами. То есть, по сути, да, логика именно такова. То есть, шпиона, который проверяет все это правильно. Есть еще механизм стабов. То есть, например, если мы тестируем в нашем JavaScript какую-то логику, наш JavaScript не умеет обращаться, к примеру, на сервер, или там еще какой-то удаленный сервис от Twitter, чтобы достать какие-то данные. То есть, нам на данный момент сейчас не важно. Нас интересуют те данные, которые он будет тащить с Twitter. Мы хотим, как бы, ну, можно так сказать, у нас есть своя порция данных, и мы хотим просто симулировать его обращение на какой-то сервис. То есть, например, грубо говоря, это называется «заставить метод». То есть, есть какой-то метод, который вызывается, и внутри этого метода мы там коннектимся к тому же Twitter, делаем запрос, там отправляем ключ, получаем данные и возвращаем там в список Twitter. То есть, нам в тесках, например, не надо все это подключаться, мы не тестируем второго сервиса, мы тестируем наш код. То есть, поэтому мы вот такие вот обращения, которые занимают или много ресурсов, или которые обращаются на какие-то удаленные сервисы, мы можем просто заставить, грубо говоря. То есть, мы можем сказать, если вызовется этот метод, верни ему, пожалуйста, вот эти камеры. Ну, в общем, сейчас покажу, как эти стапы, это наша самопрезентация, это было бы долго, как, в принципе, вообще, как ими пользоваться. К примеру, у нас есть какой-то класс. У него есть метод класса, есть какие-то методы объекта. Один просто метод объекта что-то делает, а второй метод объекта получает callback, и здесь его как-то называют. И мы хотим проверить, ну, как бы, ну, скажем, поиграться с помощью наших шпионов с этими методами. Ну, например, там видно, да? Ну, в общем, что у нас тут есть? Да, у нас почему-то не работает. Ну, в общем, что у нас тут есть? Есть специальный метод, который называется spy-on, то есть мы ему сюда передаем, работает он очень просто, мы ему сюда передаем объект или методы, которые мы хотим отслеживать. После того, как мы вызываем данный метод, даем ему туда какие-то параметры, таким образом, когда мы навесили на какой-то метод нашего объекта какого-то шпиона, то по сути этот метод уже вызываться не будет. То есть будет просто эмулироваться его вызов и этот шпион будет это у себя фиксировать, то есть когда, сколько раз был вызван этот метод, с какими параметрами и тому подобное. То есть в данном случае мы просто вызываем этот метод с какими-то конкретными параметрами, проверяем нашего шпиона. Что это, доктор Дорьян? Где это описание его шпиона? Где этот метод шпиона? Ну, вот у тебя класс.staticmetod.ru.ar.ru. Четвертая серия стакана. Где описывается staticmetod? Вот я вот показал. У нас есть бизнес логика. У нас есть какой-то класс. У него есть метод класса. Вот он. Что-то делает. Что он будет делать? Вот этот обернутый статик? В данном случае ничего. Но ему можно сказать, что он должен вернуть, если он будет вызван. А где споем? Ну, я покажу. Там есть специальный механизм. Дальше я буду говорить. Да, у вас пик очень удобен в данном плане, в плане реализации мобороны. Ну, вот, да. Вот такие языки... Ну, вот такие языки... На грубе, наверное, начали. Ну, тоже PHP. Вот эти языки, которые не компилированы, не компилирую его Е. Они в этом плане более диктые. А мы PHP с этим много создали? Ну, там он растет, скажем так. Да и существующие инстанцированные объекты, его не замокли уже. Придется там хранить. А как череп, да? Через такую же окна? Ну, на самом деле, я скажу, если честно, без группы там вообще все равно красивее. Все равно прикольно. Но JavaScript тоже очень мощный. Но есть какие-то витаминческие программированные связаны. То есть телегирмы. Таким образом можно это использовать. То есть в данном случае нам просто интересно, с какими параметрами данный метод по-подобию. То есть мы можем таким образом создавать шпионов и навешивать на них какую-то проверяемую лойку. Ну, в данном случае мы создаем объект по образу и подобию тоже. Навешиваем на него... Вызываем его с какими-то параметрами и проверяем, если там был ли он вызван с ним. То есть... Ну, можно еще сделать такую проверочку. Мы создаем шпиона, они вызываем этот метод и проверяем, не был ли он действительно. Ага. Пример с колбэком, на самом деле, вот этот пример, он здесь... Чаще всего именно так используется. То есть есть какой-то метод, мы создаем шпиона... Ну, есть какой-то объект, в принципе. То есть мы создаем шпиона, мы его куда-то передаем, а потом проверяем, что вообще делали с этим методом. Ну, можно маленький вопрос. Спасательная философия очень интересная. И вот эти две проверки в один метр в целом, в один тест-кейс. А как бы, по идее, они должны быть в разных тест-кейсах. То есть то же самое, только not with code. То есть как ты обычно делаешь? Я вообще стараюсь писать на один спект. Ну, понятно. Ну, один expectation, который... Часто ты, ну, в одном тест-кейсе две проверки делаешь? Ну, бывает вообще? Бывает. Ну, как бывает. Ну, вот в этом конкретном случае ты это осознанно делали, просто типа... Знаешь, в этом случае я вообще в этом не думал, потому что все просто проверили. То есть, ну, опять-таки, если напрашивать, ну, действительно, вот я хочу... Ну, как-то оно логично, оно действительно просится, то я делаю. Я стараюсь все-таки их... Если это действительно проверка некуда другой, то я стараюсь в качестве. А заставить с подминной можно? То есть, ну, мало, как будто можно. Например, если я пришел с каким-то параметром и был выключен, то выполнить только вот это. А если с таким-то, то выполнить только вот это. Ну, это, по сути, ну, написать два спекта. То есть в одном ты создаешь специально... Нет, я думаю, вот в мене треба заставить деякий там объект, який где-то, да? И в мене логика выполняется с багатьма объектом в один час, один без кейс. Мне треба их всех там заставить, только с удовольствием их там выполнять. А, ты имеешь в виду, то есть цепочку сделать? Да, да. Не, ну, можно это лучше не сделать. Ну, то там механизм нет, да. Ну, в аспеках можно просто, да? Ну, в аспеке, ну, можно, ну, там, можно специальный чейс цепочек. А здесь, ну, ну, ты можешь сделать вручную. Ты можешь создать, ну, заставить объект, получить мог объект, сказать ему, если называется это, вернее это. Ну, и таким образом, ну, таким образом сделать цепочку. Ну, то есть какие-то стабы передавать ему другие стабы и говорить, что это вручную. Ну, вручную это, конечно, будет выглядеть очень красиво. Ну, все, возможно, это и говорить. Как это, в общем-то? Ну, как вообще не будет? Я не отвечаю, я не отвечаю, я не отвечаю, я не отвечаю, я не отвечаю. Как ты это сделал? Ну, мы просто не будем, да. Вот есть матчи специально для шпионов. Ну да, тут вот есть эндритур, эндкау, энд... Ну, то есть, опять-таки, можно и фейковый метод подсунуть, и сказать, что при вызове данного стаба я хочу, чтобы еще и функция реальная была вызвана и тому подобное. Ну, то есть, есть механизм настройки, с помощью которого можно делать. Есть еще специальный, более продвинутый фреймворк, жава-скриптовый. Именно для создания вот таких вот шпионов. То есть, вот эта функциональность, вот эта вот функциональность, которая есть по умолчанию, которая есть в JustMe. То есть, если хотите более-более крутой инструмент, то это можно посмотреть. Ну, там больше механизмом всякий.